Андрей Сергеевич, добрый день, спасибо, что вы согласились на это интервью. Я, признаться, очень давно хотел сделать его. Вы родились в Москве в марте 1941 года. Скажите, пожалуйста, а вот в начале войны и дальше, что с вами происходило? Когда мне было, соответственно, там три или четыре месяца, нас с матерью семейство послало в Воронеж. В Воронеже жила сестра моей бабушки Анны Степановны и ее муж Василий Иванович Флоринский был одним из ведущих артистов Воронежского театра. И вот мы уехали туда в надежде, значит, что место более-менее безопасное. Ну, надо сказать, что Воронеж был превращен в развалины абсолютные. Мы уехали потом в вместе с театром на Урал в эвакуацию. Мы были в Стерлитамаке, в Уфе, потом в Копейске, это часть Челябинска. И там мы пробыли. Два года мы вернулись с матерью в Москву. Не знаю точно, то ли в конце 43-го, то ли в начале 44-го. Отец был на фронте. Соответственно, дед, отец отца сидел в тюрьме. Вот бабушку, мать отца, у них была отдельная квартира, что по тем временам редкость была в Москве. Деда, когда перевели в Москву с Харьковского завода, ему дали квартиру. Вот я там родился. Ну, как только деда посадили в 42-м году, когда оба сына были на фронте, бабушку тут же уплотнили и оставили одну комнату. Бабушка Мария Федоровна Смирнова по девичьей фамилии Соколова заканчивала... Сначала года училась в Смольном институте до революции. Красиво. В Питере. Оно заканчивало в Москве Екатерининский институт благородных девиц. И вот ей в 60 с лишним лет пришлось впервые в жизни идти работать, помогать по хозяйству, гулять с детьми, потому что иначе дед бы остался без посылок в лагере в Мордовии. Но все-таки потом семья воссоединилась. Два сына пришли из фронта. В 47-м году деда выпустили из тюрьмы. В Москве ему жить было нельзя. Минус 100 городов. И они с бабушкой уехали сначала в Макеевке на заводе. Он работал, он был инженером. А потом переехали на север в Череповец. Вот почти всю историю. Андрей Сергеевич, ваш отец Сергей Сергеевич Смирнов, известнейший советский писатель, лауреат Ленинской премии, автор знаменитой книги «Брестская крепость». Я хорошо помню, как в лет 10 ее уже прочитал. Скажите, пожалуйста, вот с отцом откровенно о трагедии войны вы когда-нибудь говорили? Ну, что значит откровенно? Дело в том, что отец, вся литература, которая создана отцом, несколько книг, в том числе «Брестская крепость», она вся посвящена войне. Поэтому война у нас в доме была как бы неистекаемой темой. И потом, когда отец занялся на истории обороны Брестской крепости, считалось, что никто не уцелел, все погибли. Отец нашел более 500 выживших участников обороны Брестской крепости. Все эти люди, они прошли через немецкий плен, потому что отдельные очаги сопротивления в Брестской крепости были подавлены в начале августа только. То есть фронт был уже далеко, и уже был взят Минск, уже Смоленск взят. Немцы уже подходили к Москве, а там еще группы бойцов прятались в развалинах, несмотря на голод, на жуткие условия. Вырезали, неожиданно появлялись перед немцами, еще убивали кого-то. И вот остаться в живых можно было, либо записавшись в полицаи, либо ты попадал в плен. Большинство из них, конечно, попадало в плен без сознания, раненые, в совершенно безвыходном положении. Поэтому на них на всех стояло клеймо. Сталин сказал, что у меня нет пленных, у меня есть предатели Родины. На них всех было клеймо немецкого плена. Поэтому жили, ну, кто-то из них более-менее прилично устроился, но в большинстве своем в бедности, в нищете, проблемы с работой. И вот эти люди стали появляться у нас в доме. Родители жили тогда в Москве, в Марьиной роще. И вот приходили люди, плохо одетые, чувствовавшие себя изгоями, несчастными. Кто-то переживал из-за того, что его исключили из партии. Кому-то надо было добыть пенсию. Они все нуждались в помощи. Кого-то, скажем, Петя Клыпа, которому было 14 лет в Рецкой крепости, который очень здорово помогал бойцам. Он был такой сын полка, как бы. Его старший брат был в гарнизоне в Рецкой крепости. Так вот, его отец нашел в Магадане с 25-летним сроком за убийство. При этом, когда отец раскопал дело и выяснил, что недобросовестный следователь за убийство, в котором он не участвовал. И дело его пересмотрели. И Петя вернулся, приехал в Москву. Был у нас он. Ну, поскольку он был моложе всех бойцов Рецкой крепости, то мы с братом с ним как-то подружились очень. Вот, словом, война из нашей квартиры не уходила. Пока я жил у отца, все основные интересы отца, я бы сказал, литературные, были связаны с Отечественной войной. Скажите, пожалуйста, а почему страна заметила фронтовиков, которые спасли ее от фашизма, только через 20 лет, только где-то с 65-го года же стали проводить парады и так далее? Дело в том, что День Победы был обыкновенным рабочим днем. И когда стало приближаться 20-летие Победы, книга отца уже выходила. Очень известны были его телевизионные передачи, рассказы о неизвестных героях. Там у него несколько серий было. Но я помню, что они шли в прямом эфире, и примерно до 65-го года отец приходил, никакого предварительного сценария, не предлагая телевидение, ему доверяли и так. Но кончилось дело скандалом. Когда стало приближаться 20-летие Победы, отец был очень озабочен этим вопросом. Он дважды или трижды писал по этому поводу записки в ЦК партии, и где объяснял, что необходимо отмечать этот день. Это большой праздник. Он сыграл огромную роль в жизни нашего народа. Предлагал льготы для фронтовиков. И в частности писал о том, что люди, которые были в плену, на 99% ни в чем не виноваты перед Родиной. Они попадали в жутком состоянии, как правило, раненые, без сознания. И это возымело действие. Именно в 1965 году к 9 мая вышло подробное постановление Совета Министров. Естественно, исходило все из Центрального комитета партии, в котором, во-первых, объявлялся выходным днем 9 мая, День Победы. Во-вторых, заодно объявили выходным днем 8 марта. Оно тоже было рабочим днем. А тут было сказано, что это как бы в память о заслугах советских женщин в тылу и на фронте. И обширное постановление правительства, где появились льготы для фронтовиков. Льготы, в смысле, очередь на квартиры. Люди, прошедшие фронт, должны были получать квартиры. Льготы на лекарства, на медицинское обслуживание. И в первом моменте 1965 года люди, прошедшие плен, перестали себя чувствовать изгоями. А чувствовали изгоями не только те, кто прошли плен, но и люди, фронтовики, слушайте, вообще они же не получали ни льгот. Многие калеки на улицах городов были, да? Да, так и было. Вот перелом в сознании, что ли, нации и государства, главное, вот случился тогда, в 1965 году. Да, скандал, после которого отцовские передачи стали строго контролироваться, отец одной из своих передач, не помню, где это, в марте, что ли, 1965 года или в апреле, посвятил фантазии на тему, как надо праздновать 9 мая, что, конечно, должен быть военный парад, там, значит, демонстрации и так далее. И, в частности, он стал фантазировать, и он сказал, что, и, конечно, во главе этого парада должны идти наши прославленные маршалы, и первым идти должен, конечно, Георгий Константин Жуков. Скандал был чудовищный, потому что Жуков был в немилости, значит, его давно освободили от всех должностей, значит, и мне рассказывал покойный драматург Михаил Шатров, мы были дружны, он рассказывал, что он был в кабинете у тогдашнего председателя гостелерадио, месяцев была его фамилия, в тот момент, когда во время их разговора раздался звонок по вертушке, и оттуда палился страшный мат, месяцев побледнел, как-то оправдывался и попросил Шатрова покинуть кабинет. Его отчитывали. И с этого момента передачи отца остались в эфире, но он должен был представлять сценарий, о чем он будет говорить, конкретные факты, и они строго контролировались. На какое-то время вообще не было передач. То время было очень трудное, и периодически возникали травли то одного выдающегося писателя, то другого, и многие талантливые, хорошие люди, к сожалению, в этом участвовали. Вот отец, насколько я знаю, принимал участие в травле Пастернака. Он потом, вот вам говорил что-то об этом? Он раскаивался внутренне? Это самая болезненная, что ли, точка в истории нашей семьи, в сознании моего брата, младшего Константина, телевизионного продюсера, и в моем тоже, конечно. Дело в том, что когда случилось, значит, когда вышел доктор Живага, и Борис Леонидович получил Нобелевскую премию, мой отец был первым секретарем Московского отделения Союза писателей. Значит, ясное дело, он в этом участвовал, он делал доклад на том заседании, где Пастернака исключали из Союза писателей. А Пастернак присутствовал, да, тогда? Нет. Он не пришел. Он не пришел. Он и так стал разболеваться. На него так подействовала эта компания ненависти и травли. Чудовищно. Он же через два года умер. И я думаю, что это, конечно, сыграло большую роль в состоянии его здоровья. Он не мог остаться равнодушным к тому, что происходило вокруг. Ну, есть стихи, которые об этом свидетельствуют. Вот. Значит, отец на эту тему... Ну, мне было 17 лет в это время, это 58-й год. Я уже из школы, закончил школу и учился на первом курсе в ГИКа. Но я должен сказать, что я был темен. И для меня... Фамилия Пустернака и знал, что есть такой поэт, писатель. И я не знал, что у меня на всю жизнь это будет любимый поэт. И я буду знать наизусть очень многие его стихи. Хотя среди моих товарищей на первом курсе в ГИКа были те, которые поехали на похороны Пустернака. Это я заполнил пример. Сценарист Володя Голованов, он точно был там и рассказывал об этом на похоронах в Переделкине. Но это прошло мимо меня. Я только как раз лет 18 начал разбираться в стихах Пустернака, которые меня совершенно поразили. И это было больное место. Мы об этом не говорили дома. Но потом, через... Уже много лет я уже закончил в ГИК. Уже работал как режиссер. И у нас случился... Бывали конфликты с отцом. Потому что... Ну, я пришел во ВГИК комсомольцем. Не просто я был в школе. Я был такой пионерский чиновник. Я был в школе представителем совета отряда. Потом представителем совета дружины. Это три красных полоски на рукаве. Когда после смерти Сталина в 54-м году в Кремле... Кремль открылся сначала елкой. А потом, где-то весной, в феврале или в марте, был первый всесоюзный слет пионерской организации. Так вот, единственный билет в Кремль пришел в школу. И его вручили мне. Я пошел туда. Но, правда, так случилось, что... Когда я не увидел этого слета. Потому что вот так мы вошли, по-моему, в Георгиевский зал. Нас там было, ну, тысячи три, наверное. Девочки. Да, огромная толпа девочки. Темная юбка, светлая белая рубашка. Парни, знаешь, в штанах. Это все с красными галстуками. И, значит, зрелище мне показалось абсолютно завораживающим. Это мне 13 лет. Ну, когда весь этот хор грянул. Взвейтесь кострами синие ночи. Я, видимо, от счастья потерял сознание. И очнулся я в медпункте. И уже рядом со мной сидела мать, которую вызвали из дома. И на скорой помощи мы с матерью вернулись домой. Так что самого слета я не видел. Вот такой я пришел во ВГИК. С уверенностью, что три богатыря Васнецова – это великая живота. Но ВГИК очень сильно помог мне стать другим. Дело в том, что во ВГИКе в это время учились ребята. Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Александр Митта. На моем курсе учился Андрей Кончаловский. Покойный Виктор Тайкубович. И уровень творческой... Ну, и преподавал же кто? Михаил Ром преподавал же тоже. Да, в нашу мастерскую возглавлял Ром. И по целому ряду предметов. У нас, конечно, главной была военная подготовка. Военной подготовки было раза в два больше, чем режиссуры. И мы экзамены сдавали, там все как положено. Ну, уровень творческой конкуренции, что ли, был очень высокий. Такая толкотня у ребят, кто важнее. И это очень важный компонент студенческой жизни. Он задавал довольно высокую планку. Потому что там уж такие ребята, как там, скажем, Атареус Ильяний или Андрей Тарковский, к ним было буквально не подойти. Очень гордые ребята, очень важные. Так что приходилось ликвидировать свою культурную темноту. И в смысле литературную, и в смысле живопись, вообще искусство. Поэтому из ГИКа я вышел другим человеком. Мои настольные книги к тому времени была книга Бердяева. Истоки русского коммунизма. И я уже умудрился, хотя это было опасно, купить Ивехи 9-го года. И Том Бердяева. У спекулянтов книжных. Хотя это было опасно, но тем не менее. Значит, взгляды были несколько другими. Не только на искусство, но и на русскую историю. Значит, у отца это, конечно, вызывало протест. Он был член партии. Он казался, куда меня понесло. Ну, мы любили друг друга. И он меня, и я его очень любил. Но был конфликт из-за Куджавы. Булата стали преследовать по партийной линии. Это уже после Белорусского вокзала. Это тоже так, что с Булатом у меня была определенная связь, уважение. Я очень любил его как поэта. И я выяснил, что к нему предъявили какие-то претензии в связи с его выступлениями в Париже. И на парткоме в Союзе писателей его как-то там терроризировали. Требовали, чтобы он писал. И в результате он таки написал покаянное письмо. Потому, что надеваться было некуда. Его задушили. Но я узнал, что в одном заседании участвовал отец. Ну, это мы уже жили, конечно, отдельно. Я уже был женат. По-моему, детей у меня еще не было. Но близко было. И я приехал к отцу и стал допрашивать. И все такое. Отец был очень недоволен, естественно. И я умудрился обронить такую фразу. Сказать, тебе что, пастернека мало? И я, видимо, попал на больную мозоль. У отца просто перекосилось лицо. Я испугался за него. Думаю, не дай бог. У него там сердцем что-нибудь будет. И отец сказал такую фразу. Я ее запомнил на всю жизнь. Он сказал, а тебе не случалось сделать что-то, о чем бы ты потом жалел? Ну, ты счастливый парень. Я немедленно извинился. Я понял, что я ступил туда, куда нельзя ступать. И поэтому я думаю, что отец до конца жизни страдал от этого. И считал это непоправимой ошибкой. Андрей Сергеевич, вот вы закончили в ГИК. Вы стали и кинорежиссером, и сценаристом, и драматургом, и актером театра, и кино. И вы знаете, в 1971 году вам было 30 лет. Вы сняли фильм «Белорусский вокзал». Я считаю, один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. Настолько пронзительный, настолько лишенный ложного пафоса, настолько какой-то честный, правдивый. Вы знаете, его довольно часто показывают до сих пор по телевидению. И всякий раз, когда я случайно на него попадаю, я смотрю его до конца, и в конце всегда плачу. Вот подобное происходит со мной, когда я смотрю фильм «Кулиджанова и Сегеля. Дом, в котором я живу». Вот тоже честное какое-то кино такое о войне, и вроде не о войне, а о человеческих отношениях, о людях. И тоже всегда плачу. И вы знаете, мы как-то со Станиславом Говорухиным, мы с ним дружили, и говорили на эту тему. И он в числе своих любимых фильмов вот тоже назвал «Дом, в котором я живу» и «Белорусский вокзал». Скажите, пожалуйста, вот вы сделали это кино, вы молодой человек, вам 30 лет. Это была не модная картина, там не было героизма, там не было какого-то за родину, за Сталина, там лозунгов, пафоса, призывов. Вы сделали это кино, а какая главная идея «Белорусского вокзала»? «Белорусского вокзала», которым, кстати, в феврале будущего года, вот через два месяца, исполнится 50 лет с того дня, когда фильм вышел на экран. Для кино это невероятная дата, конечно, я думать не мог, потому что кино за 10-15 лет устаревает. А его действительно еще до сих пор показывают по телевизору. Там долгая история, связанная с цензурой, все это я пересказывать не буду. Дело было очень просто. Мы начинали работать вдвоем, своим товарищем, уже покойным Борисом Яшиным. И вместе мы сделали полуметражный фильм о войне «Пять земли», по замечательной повести Григория Бакланова, тоже, к сожалению, «Войнова», и две короткометражки. А потом мы разделились, решив работать по отдельности. И моя первая самостоятельная работа была короткометражка, которая называлась «Ангел». Но ее положили на полку. Значит, негатив ее погиб, исчез, к счастью, сохранилась одна копия порядком изуродованной цензуры. Но все-таки картина существует, ее можно найти в интернете сегодня. А следующей работой был «Белорусский вокзал». Но случилось как? Значит, весной 68-го года. Я только закончил монтаж и только вот узнал, что картину положили на полку. И тогдашний замминистра Баскаков мне на прощание сказал, «Мы тебе поможем сменить профессию». Это имеется в виду фильм «Ангел» положили на полку, да? Да, да, да. На макуниеле гражданской войны было объявлено, что это идеологическая диверсия, неудавшаяся и похлеб на русский народ. Вот там образ такого Люмпена, которого изумительно играл Коля Губенко. И роль была под ним написана. Такой, который говорил, мы, слава богу, у него там реплика была, мы, слава богу, не буржуи какие-нибудь, а самые, что ни на есть, православные и пролетарии. Вот такой букет идеологический. Вот, я был, естественно, без работы, и в это время мой друг, покойный тоже, Леонид Гуревич был замечательный режиссер, монтажер, преподаватель. Он был редактором на экспериментальной студии во время... Он был редактором на фильме «Ангел», за что и был уволен с этой студией. И вот мы где-то выпивали в компании, и он мне рассказал, что там лежит без движения заявка на экспериментальной студии Вадима Трунина, сценариста, о котором я знал, конечно, где четверо фронтовиков встречаются после долгого перерыва на похоронах у своего командира и пытаются найти давно потерянный общий язык. Вот с этого началась история вокзала. Потому что вот он рассказал, мы уже были выпивши, то, что я услышал, вот все эти герои Бреста, которых я видел у нас в Марьиной роще, всплыли, и у меня было ощущение, что я обязан снять эту картину. И я с этого момента нашел эту заявку, созвонил Се Струнину, которого не было в Москве. Но дальше начались долгие заключения, потому что со мной никто не заключал договор. Значит, это отвергал и Мацфильмы, и экспериментальная студия. Потом это давали другим режиссерам. Значит, с ними заключали договор. Сначала с Ларисой Шипетько, потом с Расторной. Потом за это взялся Марк Осипян. Но тоже там что-то не сажал. Все, хорошие режиссеры. И вот когда после двух попыток экспериментальная студия где-то через год разорвала этот договор с Труниным, и сценарий остался бесхозным, настал мой час. И мы с Труниным без всякого договора написали. То есть, писал сценарий Трунин, но я сидел рядом. Вот так весь диалог, там прекрасный диалог, благодаря которому картина до сих пор жива. Это заслово Трунина. Но я при этом... Сергей Сергеевич, а вот скажите, скажите, вот если одной фразой сказать, главная идея Белорусского вокзала в чем? Вы меня ставите в затруднительное положение. Ну, конечно, в том, что этим героям Родина не мать, а мачеха. Это, конечно, самое важное. Хотя они сами так не считают. И так и было. Так я видел этих людей. Они не считали себя обиженными. Мы сделали дело, которое не забудется веками. И это ощущение жило, ну, практически в каждом фронтовике. И ничего, кроме любви, благодарности и преклонения перед этими людьми, никаких других сейчас не может быть. А государство по отношению к ним? Да, конечно, по-хамски вел у себя сплошь и ряд. Вы удивительных актеров взяли. Это были удивительные попадания в образы. И Леонов, и Попанов, и Сафонов, и Глазырин, и Нина Ургант. Как вы их подобрали? Вы понимали, что роли написаны конкретно там под Леонова, конкретно под Попанова? Или вы выбирали? Нет, конкретно роль была написана только на Леонова. Вот так. Причем еще когда сценарий писался, я думал, кто, кто? И Трунин, это была идея Трунина. Он говорит, вот Леонов я вижу. Я говорю, ну, он же комик. Нет, я думаю, что это самое. Я к этой идее привыкал. Ну, потом, конечно, познакомились с Евгением Павловичем. Проб никаких для него не было. Только костюм это, потому что я быстро понял, что Трунин абсолютно прав, что это находка. А для остальных были подробнейшие пробы. Подробнейшие. И такие замечательные артисты пробовались, как Михаил Александр Ульянов на роль, который потом играл. Вместо Блазырина, да? Да. На эту же роль пробовался покойный Николай Николаевич Рыбников. Замечательные артисты. Отбор был очень тщательным. Вот. И пробы были долгие, длинные, прежде чем мы... А вот на руль директора завода, который играет Главзырина, я никак не мог остановиться, потому что там было замечательно. Выбрать было очень трудно. И я спросил Юлия Яковлевича Райзман, был одним из руководителей матфильминга. Я у Райзмана всегда превосходно работал с артистами. Я большим уважением относился к тому, что он делал. И я Райзман спросил, Юлия Яковлевич, ну вот кого бы взять? Рыбникова или Глазырина? Он подумал и сказал, Глазырина. И я утвердил Глазырина. Вот. Я это помню, как сейчас. Фильм белорусский. Ну, собственно, простите. Я думаю, что фильм живет так долго благодаря вот двум компонентам. Потому что снят он, неважно, на ужасной пленке. И вообще он задумывался, как черно-белый и узкоэкранный. А меня еще после «Ангела» заставили снимать широкий экран. Да, на советской чудовищной пленке. Там многие сцены переснимались по 3-4 раза. Потому что пленка давала брак. А артистов уже на второй раз трудно заставить играть. Они не верят, что это вообще когда-нибудь кончится. Но живет фильм благодаря двум компонентам, на мой взгляд. Это блестящий диалог, живой и сегодня. И артисты, конечно. Замечательные артисты. От Нины Ургана до Леонова. Один выше другого. Я бы сказал, что есть еще третий компонент. Песня Булата Акуджавы. Великая песня. Да, нам нужна одна победа. Скажите, пожалуйста, эта песня была Акуджавой специально для фильма написана? Это стоило довольно больших усилий. Потому что я перебирал песни времен войны, предлагал Трунину, он все отвергал. Нет, нужна песня специально написанная. Ну, Акуджава, конечно. Я поехал к Булату Шаловичу. Он сказал, нет, я уже год как не пишу, я в это лезть не буду. Ну, прочтите сценарий хотя бы. А сценарий был на голову выше, чем готовые картеты. Да? Режиссер далеко не все смог сделать все то, что там было написано. Замечательно. Ну, еще цензура еще очень сильно помогла. Ну, не будем углубляться. Акуджава прочел сценарий и сказал, ну, хорошая сценария. Не, я не буду, я не полезу. А фильм был снят уже почти весь, кроме последней сцены. Значит, Трунин мне сказал, ну, покажи ему материал, может, я тебе увидел. Ну, я с трудом уговорил Булата. Он приехал, и я показал ему материал. Ну, практически вся картина еще не обработанная, кроме последней сцены. И, как ни странно, он согласился. Когда зажегся свет, у него глаза загорелись. Он сказал, я попробую. И вот, значит, он написал текст, причем меня текст удивил. Странный какой-то там, горит и кружится планета. Трунин сразу, надо дать ему должность сказать, да то, что надо. Это текст, написанный, может быть, этим Кирюшиным, журналистом, которого играет Сафонов, там, кем-то из них. Вот, а потом, ой, ну, короче, конечно, эта песня задает финальное настроение, практически. Да. К картине, ну, надо отдать, должны еще Альфреду Шнитке, который попросил, чтобы его фамилию убрали из титров, потому что музыка, я просил его написать музыку. Он написал музыку, но потом мы убедились, он говорит, что изображение не терпит музыки. Видимо, оно слишком бытовое, что ли. И музыка не пошла. А Булат мучился, не мог сочинить музыку. Говорил, ну, я не могу, но Альфред помог организовать. И надо отдать должное ему. Ну, а потом этот марш, который сегодня уже 10 лет, десантники ходят под него на параде. Это же марш Альфреда. Ну, и надо отдать должное Нине Ургант, потому что то, как исполнена песня, она и спета замечательная, и прекрасно сыграна. Ладно, она же играет там под собственную фонограмму. Так что это труд мной. Андрей Сергеевич, а цензура сильно кромсала белорусский вокзал? Сильно. Еще на стадии сценария, там, как вам сказать, там было, в сценарии была сцена, не было никакой этой газовой трубы, на которую они лезут под землю. А в ресторане, куда они приходили, сидела компания молодых людей, которые несколько пахамские к ним относились, что-то позволили себе какие-то шутки и так далее. Но в результате один из них не выдерживал, давал в морду молодому, и начиналась драка. И вот тут выяснялось, что это бывшие десантники. Они этих молодых разложили, но один из молодых был сыном какого-то начальника, прибывал, значит, на ряд милиции, и их всех везли, значит, в изолятор, значит, в отделение милиции. Но вся штука то, что они разошедшие, они выходили из милиции сами, уложив все это отделение. От этого осталась только одна реплика. Они сейчас выходят, когда из милиции Леонов кричит, да здравствуйте, свобода! В этом фильме. Это остаток вот этого эпизода. Категорически, как это? Они будут милицию нашу раскладывать, об этом речи не может. Плохой пример. Ну, это, значит, ну, конечно, это другой сценарий. Я говорю, тот сценарий, который мы принесли на студию, на 10 голов выше готовой картины. Андрей Сергеевич, если бы вы сегодня снимали это кино с высоты прожитых лет и вашего опыта, что бы вы там изменили? Я бы сделал, во-первых, черно-белую картину, узкоэкранную. Артистов я мог взять всех тех же самых. Но кинематографический текст был бы гораздо жестче. Вы сделали замечательное кино о войне. Скажите, пожалуйста, если я предложу вам назвать тройку лучших, на ваш взгляд, фильмов о Второй мировой, советских фильмов, или российских, пожалуйста. Ну, конечно, в первую очередь это «Баллада солдати». Это дом, в котором я живу, который вы назвали. Прекрасная картина. Ну, туда входят и журавли. Журавли вообще. Там двойна, там присутствует, и так тоже вызывает слезы. Еще о войне. Прекрасный фильм о войне сделал ныне покойный Сеня Аронович. Торпедоносцы. Прекрасный. И актерский, и режиссерский. Очень здоровый. Ну, конечно, никуда не денешься от Германа. «Проверки на дорогах». Прекрасная картина. Ну, вот я вам уже назвал несколько. Есть что вспомнить. Это настоящие достойные картины. С 88-го, да. Да и «Чистое небо» ведь тоже обойтись. «Чухрая», да, прекрасная. Точно. Прекрасная картина. С 88-го по 90-й год вы были первым секретарем правления Союза кинематографистов СССР. Ну, серьезный вид деятельности тогда, в перестроечное время. И вы очень много сделали для советского кино. Скажите, пожалуйста, опять-таки, вот с позиции времени. Лучшие советские и российские кинорежиссеры. На ваш взгляд, кто? Ну, это провокация чистой воды. Их много. Я могу сказать. При том, что в год из советской власти делалось 150 художественных фильмов, из них хороших бывало, ну, меньше 10%. Основная продукция и для кого делалось, неизвестно. Для тех, кто работал, и для начальства, не более того. И мы в свое время, когда я был советским кинематографистом, мы комиссию выделили и попросили их посчитать. Вот взять всю продукцию. Мы взяли спокойные десятилетия, не помню, 60-е, 70-е, или 70-е, 80-е, что-то в этом роде. И посчитать, сколько было в год авторских фильмов приличных, и сколько было коммерчески успешных фильмов, когда народ смотрел. Результаты оказались плачевными. Две комиссии даже работали, одна в ГОСКИНО, пришли к одному. Авторских, ну, скажем, в один год выходит там фильм Климова, и фильма Герман, скажем, или в один год коммерчески успешные выходят комедии Рязановой и комедии Гайдаева. Или Данелий, да. Или Данелий, да, да, да. Есть кого считать. Значит, Кот выяснил, что авторских фильмов приличных в год пять не было ни разу, а успешных коммерчески десять не было ни разу. Ну, было восемь, было девять. То есть, даже если, допустим, десять и пять, это ровно десять процентов всей продукции. Для кого делалось девяносто процентов продукции? Этот вопрос остался неотвеченным. Михалков и Кончаловский, на ваш взгляд, выдающиеся режиссеры? Это провокационный режиссер. Андрон Кончаловский, безусловно, выдающийся режиссер. И уже первые его картины, и первый учитель, и Ася Хромоножка. Это классика нашего кино, которая никогда не постареет. Вот, но он исчаствовал, две последних картины его очень крепкие, картин «Рай», и вот последняя картина «Дорогие товарищи» очень крепко сделана. Я очень, так сказать, мы во многом расходимся, значит, но это один из самых блестящих режиссеров нашего кино. Вот, что касается Никиты, ну, дело в том, что с ним произошла жуткая перемена, пока он вел себя прилично. Ну, все-таки, там, механическое пианино пользовалось успехом, далее. Я не поклонник его таланта, я бы сказал, потому что там рабу любви, можно смотреть, она очень красиво снята, но если заткнуть уши и не слышать, чудовищный текст, который написали, между прочим, Кончаловский и, господи, замечательно, Гринштейн, значит, «Утомленное солнце», на мой взгляд, картина абсолютно лживая, но дальше произошло, он стал вести себя плохо, а Господь забирает талант, поэтому три его последние картины, по-моему, одна хуже другой. Это, значит, «Цитадель», «Предстояние», и совсем жуткая картина «Солнечный удар по Бунину», а мы ему жутко. Скончался, к сожалению, несколько лет назад Алексей Балабанов, вот мне представляется он грандиозным режиссером, просто грандиозным. Что вы думаете о нем? – Балабанов? – Да. – Это один из самых больших величин в истории нашего кино. Абсолютно оригинальный, блестящий режиссер. И его картины, да, по-моему, все останутся в золотом фонде нашего кино. А уж такие вещи, как «Сокрус-200» или «Оба брата», это все останется навсегда, это большое и все. – После 30-летнего перерыва вы по своему сценарию сняли в 2011 году фильм «Жила-была одна баба». Блестящая, на мой взгляд, картина, где замечательно сыграли и Дарья Якомасова, и Алексей Серебрякова, и другие. Блестящая картина. Скажите, пожалуйста, а почему вы 30 лет ничего не снимали? Потому что мне надоело то, что со мной делала цензура. Я к тому времени сделал четыре, что ли, картины. «Ангел», «Белорусский вокзал», «Осень» и «Вера и правда». Четыре картины. Ни одна из них не вышла на экран такой, как задумывалась. Ни одна. Последняя картина «Вера и правда», там большая была задумана, значит, целый роман. Которая начинается после войны и доходит до тех дней. Она закончена была в 79-м году. Но ее так, меня вообще на середине производства остановили. СИЗОВ, тогдашний директор «Мосфильма», сказал, «Ты думаешь, ты истратил миллион, мы тебе дадим истратить второй?» Нет, пока ты это не переделаешь, продолжения не будет. И мне пришлось сцену за сценой переделывать. Главное, стилистически. Она была задумана, как такой роман-гротеск. Но выяснилось, что изображать советскую жизнь в стиле гротеск – это преступление перед властью, государством, партией и так далее. И я твердо решил, тогда, закончив картину, что с меня хватит. Я остался в кино. Писал сценарий, пьесу написал, которая идет до сих пор в театре «Затиры». Я думаю, после перерыва некого. Ставил на театре. Я поставил два спектакля. Один на сцене «Мхата», другой в Париже в «Комедии францезе». Преподавал три года. Чиновником был три года. Вот в союзе кинематографиста. То есть я был в этом же бизнесе. Но я не ставил картин. А вот когда я увидел, что действительно, ведь первыми поставили вопрос об отмене государственной цензуры, кто? Союз кинематографистов. А я был тогда его исполняющим обязанностями первого секретаря. Впервые был поменят в докладе на шестом съезде о том, что категорически нужно, чтобы государственная цензура отсутствовала. И вот когда я увидел, что она реально, она не существует, мне, конечно, стало завидно. И подумал, ну что же я, не оставляю. Вот последние мои две картины, «Жила-была баба», которую вы упомянули, и «Последний француз», их не коснулась рука цензуры. Мало того, что последняя картина вообще сделана на спонсорские деньги, там государственные копейки нет, а в «Бабе» примерно меньше 20% государственных и всего остального. И никакой цензуры. Вот ради этого я и стремился вернуться. «Жила-была одна баба», вы абсолютно городской человек, москвич, с головой окунулись в крестьянскую жизнь и показали историю простой тамбовской крестьянки. Что для вас этот фильм? Вот зачем вы его делали? Что вы хотели сказать? Ну, понимаете, на сценарий ушло больше 10 лет. У меня, значит, он задуман был. В 87-м году я вскочил в среди ночи, чтобы записать кино о тамбовском восстании. А потом он стал думать именно об этом. Как же я городской человек, не проживший там в деревне больше месяца об этом. Но на это ушло больше 10 лет. Это, ну, правда, я хочу похвастать. Одна из консультантов наших, преподаватель Тамбовского университета, мне потом сказала, что ты можешь защитить, когда картина снималась, диссертации, по трем разным ведем науки. Первое – это история крестьянства. Второе – это история революции, гражданской войны. А третье – по диалектологии. Тамбовский говуш и его там сравнение, скажем, с Владимирским или Рязанским. На это действительно ушло очень много времени. Но я считаю, что не зря. Вы хотели показать через историю этой женщины трагедию России, правильно? Конечно. Конечно. Ведь у нас до сих пор о раскулачивании толком нету серьезной картины. А это вообще то, что произошло с крестьянством. Ведь в 17-е начале, еще до февральской революции, дала 83% относились себя к крестьянскому сословию. А все остальные – это 17. Это абсолютно крестьянская страна. Ведь все разговоры Ленина о том, что революция направлена против помещиков и капиталистов – это ерунда. Ни помещики, ни капиталисты десятой доли не узнали того, что случилось с двумя другими сословиями. Это крестьянство и духовенство. Вот эти пострадали капитально и навсегда. Понимаете? Потому что, ну, не будем этого касаться, это капитальная слишком тема. Вы замечательно сыграли Ивана Бунина в фильме Алексея Учителя «Дневник его жены». Бунин, с моей точки зрения, один из величайших писателей русских за всю историю русской литературы. А кем для вас Бунин является? Вот что вы о нем думаете? Это мой любимый писатель, которым я занимаюсь всю жизнь. Ред примерно с двадцати с небольшим. Причем я понятия не имел как о стихах Пастернака, так о прозе Бунина. Я, по-моему, в Афгит пришел, что не читал будет. Первым, кстати, был покойный Павел Лебешев. Как ты лику читал. Да, да. И я кинулся читать лику. Я думаю, что кое-что, особенно когда я был начальник, кое-что нам удалось сделать. Я очень близко сошелся с крупнейшим буниноведом, нашим покойным Бабарекко. Это был замечательный совершенно исследователь. Благодаря Бабарекко мы, во-первых, нашли в Америке семью инженера Мельцева, который снимал любительской камеры, но очень хорошо и по свету снимал Бунина. Во-первых, когда он весной 1953 года вышел из больницы. У нас, значит, там Бунин, Вера Николаевна и там Тэффи. Бунин очень плохо выглядит после больницы. А потом в том же году он снимал его 22 октября в день, когда Бунину стукнуло 80 лет. И там Бунин нарядный, подтянутый. И там чуть не вся русская колония. Там и Тэффи, и Маклаков, и там ближайшие друзья Бунина. И теперь эти пленки семья Мельцевых преподнесла их нам. Значит, оригиналы лежат в фонде культуры российском. Вот. Это драгоценно. Потом я отдельно еще в Швеции поперся. Дело в том, что церемонии вручения Нобелевской премии сняты на пленку, начиная с 1934 года. Когда эта американка, как ее, Перлбак получала. А Бунин получал в 1933-м, света было мало. И только фотографии. Зато все до единой фотографии, которые запечатлели Бунина в этот день, теперь в фонде культуры российском. И пленка, где снят ужин в ресторане, который сегодня в Стокгольме такой же, какой был в те времена, где Бунин сидит рядом с кромпринцессой шведской. Это все тоже в фонде культуры. То есть, Бунин вернулся домой. Ну, этого нельзя сказать. Я думаю, что он бы взбесился, если бы его могилу решили перевести, как моя Шаляпина, скажем. Или Деникин сейчас теперь лежит у нас здесь. Но я не уверен, что это следовало делать. Поэтому Буин для меня часть моей жизни довольно значительной, я бы сказал. И сценарий-то фильма «Учитель» написала моя дочь старшая. Она выросла в доме, где есть культ Бунина. Естественно, она все это знает. Так что это не случайно. В 70 лет вы сыграли главную роль в социальной драме Андрея Звягинцева и Елена. Это кино очень хорошо прошло в мире. Его заметили, там много призов. Вы сказали, вот я вас процитирую, вы сказали, что Звягинцев лучший режиссер за последние 100 лет. Обоснуйте, пожалуйста. Нет, я не так сказал. Дело в том, что это еще покойный Данила Дондурей, мой друг, главный редактор журнала «Искусство и кино», но объяснил мне, что Звягинцев – самый знаменитый русский режиссер за всю историю русского кинематографа, начиная с фильма «Понизовая вольница» 1908 года. Потому, что ни Эйзенштейн, ни Довженко, ни Тарковский не удостоились того, чего удостоился Звягинцев. Каждая его картина становилась событием мирового кино. Его знает весь кинематографический мир. Вот это я сказал буквально. А вы считаете тоже Звягинцева выдающимся режиссером? Ну, это безусловно, конечно. Вот вы работали как артист у него и могли наблюдать за его работой. Вот скажите, что вы об этом думаете? Да мне нечего сказать. Он знает, что он хочет. Не тратит много времени на это у него. Совершенно четкий образ сцены, которую он снимает в данный момент. Вот и все. Он работает высоко профессионально. Вы сыграли у Валерия Тодоровского в сериале «Оттепель», который мне тоже очень нравится, этот сериал. Скажите, пожалуйста, понравилось ли вам сниматься у Тодоровского? И что вы думаете о Тодоровском, Валерии, как режиссере? Ну, очень талантливый режиссер. Кстати говоря, «Оттепель» мне кажется превосходным сериалом, потому что там образ не совсем реалистический эпохи «Оттепеля». Он несколько приукрашен режиссером, но он необыкновенно художественный. Там, по-моему, блестящий актерский ансамбль. Скажем, Ефремов там играет. Грандиозно. Вика Исакова играет. Замечательно. Цыганов играет. Прекратно. Ну, что говорить. Тодоровский один из самых сильных наших режиссеров. Мне очень понравился его предпоследний фильм «Одесса». Не знаю, вы видели. Я видел, мне не очень понравилось. Там «Одессы» нет. Это же в Ростове снималось. Тем не менее, там сыграно замечательно. Замечательно. И, как вам сказать, главная декорация построена была во дворе Мазфильма. Этот «Одесский дом», «Двор» и так далее. Но это необыкновенно достоверно. Это абсолютная «Одесса», а не «Ростов». Мне кажется, что я сильный режиссер. Сильный, талантливый. Вы сыграли немало ролей в кино. Какая самая любимая у вас? Я никогда об этом не думал. Не могу сказать. Да нет, вы знаете, у меня привычка такая. Я в памяти сохраняю в основном ошибки свои собственные. Как в режиссуре так называют фильм. Я практически никогда не смотрю своих старых фильмов. Потому что каждый из них – это шрамы. Это либо цензурные, либо собственные ошибки. Ну, так и в кино. А, нет, пожалуй, есть. Есть одна роль, которая мне симпатична. Это сериал «Черные кошки». Который, кстати, тоже снимался в Ростове, тоже про Одессу. Я там играю старого еврея, вора в законе. Дед Барава. Мне симпатична этот фильм и собственная работа. Что труднее, Андрей Сергеевич, сниматься в кино или снимать кино? Да и то, и другое требует. Ну, наверное, сложнее режиссура. Но актерский труд тоже, на самом деле, это тяжелый физический труд. И тратиться на нем. Вот я только что, я сейчас под впечатлением по второму, по-моему, каналу у нас прошел только что сериал «Грозный». Там Ивана Грозного играет Сергей Маковецкий. Я всегда знал, что Сережа замечательный артист. Блистательный, да. Вот то, чего он тут достиг, не поддается описанию. Это гениально, это гений. Это так сыграно, так продумано, живо сделано. Я преклоняюсь просто перед этой работой. Но я представляю, а чего это стоило? Это, говорю, тяжелый физический труд. Сегодня снимать кино тяжелее, чем в советское время, или легче? Да как это можно сравнивать? Процесс. 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 Именины сердца. По сравнению с этим, никакого глаза, государь, доносов никаких. Это зависит, конечно, от вашей группы. Но у меня и на бабе, и на французе была примерно одна и та же изумительная группа. Где каждый, от главного оператора до шофера, был мастером своего дела. Каждый художник, потрясающий художник Гудилин. Замечательный, ну, оператор прекрасный. Да все. Поэтому каждый съемочный день с этой группы, это реминины сердца. Просто от тебя зависит. Придумай только хорошо. А все остальное они сделают. Андрей Сергеевич, говорили ли вы когда-нибудь с отцом о Сталине? И что вы вообще думаете о Сталине? Странный вопрос. Что я могу думать об этом зверюге, негодяи, обманщике, террористе? Что мне смешны? Какие сегодня могут быть дискуссии об этом? Только по темноте своей и подлости люди могут носить портреты Сталина. Ведь до сих пор даже конкретных цифр, точных цифр нету. Сколько людей пострадало за 24 года его хозяйства? Ведь вот он, ну, вот пример. В разговоре с Черчиллем, когда Черчилль его расспрашивал, когда Черчилль был в Москве или это в Крыму было, кажется, в Крыму это было, в Ялте, насчет раскулачивания организации колхозов, Сталин сказал, что пришлось депортировать 5 миллионов семейств. Значит, если учесть, что у нас это 29-й, 30-й, 31-й, основная масса, да? К этому времени крестьянство уже давно очухалось от гражданской войны и за годы НЭПа окрепло, разбогатело. Бабы опять стали рожать. Значит, крестьянская семья в это время – это минимум 5 человек. Это родители, дети, старики. Значит, даже если эти 5 миллионов умножить хотя бы на 5, хотя на самом деле семья было и 7, и 8, и 10 человек, это уже получается 25 миллионов, понимаете? То есть на практике это было еще больше. Что можно думать о Сталине? Какими словами, кроме проклятия? Ведь до сих пор эта эпоха, эти 70 с лишним лет, она окружена какими-то чудовищными вымыслами, чудовищной ложью конкретных цифрами. Мы с вами до сих пор не знаем, сколько конкретно миллионов Россия потеряла в Отечественной войне. Все-таки 30 или 40. Даже если это 30, а немцы 7 потеряли, посчитайте, сколько за одного немца мы заплатили своими ребятами. Поэтому это все еще предстоит. Пока, я-то думаю, что наследие символизма в России недостаточно изучено. Потому что символисты были уверены в том, что символы, ими начинена жизнь. И все, что может человек, это распознать символ. Значит, простите, не могу сейчас распознать его и назвать его. Но над нами властвуют символы советской эпохи, которые по-настоящему не изучены, не названы. Их не преподают в школе. И я думаю, что пока Россия ходит, пока немецкий шпион лежит на главной площади страны, а когда мы ходим по улицам Ленинскому проспекту, улицам Дзержинского и так далее, с компанией Россия не начнет новой, настоящей жизни. Эти символы надо распознать, обсудить, вынести в учебники и избавиться от них. Андрей Сергеевич, вы периодически как-то взбрыкиваете. В 2000 году вы осудили возвращение к советскому гимну на музыку Александрова. В сентябре этого года вы подписали письмо в поддержку протестных акций в Беларуси. Почему вы взбрыкиваете и почему вы так не любите советское прошлое? Я не взбрыкиваю совершенно. Я публично практически не выступаю. Подписываю некоторые документы, которые, ну, невозможно, небольшая часть это документы в защиту кого-нибудь, в защите кого-нибудь, кого обижают, сажают, бьют и так далее. На большие я не претендую. Значит, а советское прошлое, как почему? Я повторяю, пока Россия не избавится от духовного наследия советского прошлого, ничего не будет. Я-то все равно уверен, что у России... Я-то этого не увижу, но увидят ли мои дети, не знаю, я думаю, что еще лет сто России нужно. Но я уверен, что будущее России, это все равно либеральная экономика и парламентская демократия. Никакого другого будущего у нее нет и быть не может. Я абсолютно уверен, что как большой художник, тем более создавший такие произведения, вы неоднократно задумывались над тем, в чем главная трагедия России. Вот в чем, на ваш взгляд? Нет, на этот вопрос я не берусь ответить. Потому что это очень сложный комплекс. Поэтому, я могу сказать, с одной стороны при любой власти несчастный народ, а с другой в самом народе столько качеств, которые с успехом используют власть, что на этот вопрос ответить невозможно. Нет такой диссертации, которая бы ответила этот вопрос однозначно. Андрей Сергеевич, в чем, на ваш взгляд, может заключаться национальная идея России? На мой взгляд, национальная идея России, может быть, только одна. А именно создание власти, которая будет думать о жизни обывателя. Пока что ни разу такой власти в России не было. Думали о величии России, о том, что надо помогать братьям-славянам, о том, что надо противостоять западной демократии. А о том, каково живется обывателю вон там на земле, не думала ни одна власть в России. Ни царская, ни советская, ни постсоветская. Ваша жена Елена Прудникова, одна из самых красивых актрис советского кино, Катя Татаринова из знаменитого фильма «Два капитана». Скажите, пожалуйста, а как вы познакомились? Как вы познакомились? Очень просто. Я был на премьере режиссера Ирины Поволодской. Господи, фильм назывался... Господи, как же он назывался-то? Лен! Лена! Она дверь закрыла. В общем, главную роль там играла Лена. Вот, и я подошел к режиссеру, спросил, что за кадр. На что... И он мне сказал, ты меня хоть с премьерой поздравил. Она обиделась. Вот. И там дома у Ирины Поволодской мы познакомились. Но никаких отношений не было. Где-то через год у нас начался роман. Скоро у нас золотая свадьба через четыре года. Фантастика. 46-й год сейчас мы живем вместе. Но вы свою жену притесняли немножко. Вы не давали активно сниматься в кино, правда? Нет, это не правда. Нет? Она снималась много. Я сам ее не снимал. Это другое дело. По этому поводу очень смешно высказывался Алексей Герман. Рассказывал анекдот такой. Что вот я пил за здоровье Леной и рассказал такую историю. Вот вышла замуж, свадьба, утром просыпается. А он говорит, ты знаешь, я решил бросить кино. И пил за ее здоровье. Пример так и был. Нет, нет. Она снималась. Она и сейчас снимается время от времени в сериалах. Ну, естественно, она играет уже возрастные роли. Ну, вот, в частности, недавно был сериал, как он называл, «Частица вселенной», космические дела. Она там сыграла, по-моему, очень хорошую, очень хорошую работу. Ну, нет, я не мешал сниматься. Я с удовольствием был ее партнером пару раз. Вот я в фильме, значит, это был фильм, был фамилия режиссера, он назывался «Красная стрела». Там Кирилл Лавров играет ее партнера, любовника, а я играю ее обманутого мужа. Она играет главную женскую роль. А в картине Нахапетова «Идущие следом», где она главную роль играет, я играю, наоборот, ее любовника. А мужа играет Ивр Калныч. Так что мы работали вместе. У вас три дочери – Авдотья, Александра, Аглая и сын Алексей. Чем занимается Авдотья, Дуня Смирнова, всем известно. А чем занимаются остальные дети? Ну, кроме одной, все работают в кино. Значит, ну, Авдотья, вы знаете. Была журналистом, потом стала сценаристом, потом кинорежиссером. А сейчас, конечно, она заканчивает сериал Вертинском. И уже у нее есть следующий проект. Но одно из главных дел, которым он занимается – это фонд «Подари жизнь, помощь больным детям». Прежде всего, аутистам. Вторая дочь, Александра, живет в Лондоне. Она в свое время вышла замуж за англичанина. Уехала туда. Значит, потом они развелись. Она работает. Она работает в страховой компании. Как чиновник. Ну, это уже много лет. Ну, я думаю, что она сама понимает. Она единственная из детей, со мной почти не жила. Ей было три годика, когда мы расстались с ее матерью. И так ее воспитываются. Она со мной не жила. Мы виделись, конечно. Думаю, что если бы росла у меня в доме, то никуда бы не уехала. Ну, она тоже, мои дети все люди приличные, работящие, работают как проклятые. Третья дочь, Аглая, главный редактор и даже более того, она теперь креативный, по-моему, продюсер студии Валерия Тудоровского «Мармот». Она ведет несколько проектов сразу. Она работает как проклятая. Она ведет 5-6 проектов одновременно. Ну, а Алексей сначала учил японский язык, потом бросил. Потом кончил в ГИКу Сергея Александровича Соловьева. Он его ученик. И в кино он снял сериал. Два года назад был в эфире «Садовое кольцо». Сериал этот прошел довольно хорошо. Серьезный актерский ансамбль. А вот сейчас должен запуститься как раз с новым проектом, который он давно готовит. Ваш зять? Да. Да, ваш зять, муж Авдотьи, Анатолий Чубайс. Скажите, вы часто с ним общаетесь? Редко. Он человек занятой. Ну, сейчас вообще пандемия. Поэтому мы видимся в основном по зуму или скайпу. Ну, как вы к нему относитесь? С восхищением. Я всегда к нему. Я его знал еще до того, как он стал моим зятем. И знакомство с ним близкое только подтвердило мое восхищение. Я думаю, что он один из немногих людей, который сослужил после своей смерти памятника в России. Я вас процитирую. Вы сказали, телевизор не включаю, газет не читаю. Как же вы живете? Интернет. Телевизор. На самом деле я включаю телевизор, потому что есть две вещи, которые я смотрю. Это футбол. И это теннис. Вот. Значит, новости, новостные программы я действительно не смотрю. Потому что, на мой взгляд, они омерзительные. И они сеют ложь и пошлость. Я эти смотреть не хочу. Правда, я вот обнаружил новый канал, которого раньше не было. Он называется «Кто есть кто?». И там довольно интересные исторические передачи. Вот, может быть, я теперь буду смотреть. На телевизору этот канал. Ну, а сегодня как? Начинается день с того, что открываешь компьютер. Естественно, первым делом смотришь, что там в интернете, какие новости. А потом только начинаешь работать. Ну, спокойно. 12 марта вам исполнится 80 лет. Какое у вас ощущение возраста? Неприятное. Потому что хуже стала работать память. У меня было два инсульта. И после них я ощущаю довольно значительно. Голова работает хуже. Прежде всего, память работает хуже. Но почему-то мои мозги сохранили удивительную способность. Я все забываю. Но то, что касается сценария, который я сейчас пишу, пытаюсь написать. «Мозги хранят свято». И реплику, придуманную два года назад, мне не надо записывать. Потому что, когда я дойду до этой сцены, я ее вспомню и запишу. Так было вот на обеих последних картинах. И если бог даст, может, я еще одну и успею снять. Но это надо минимум три года прожить. Потому что сценарий, я надеюсь, закончил где-то, дай бог, к концу лета будущего. Потом надо год положить на поиск средств и подготовку. А потом еще год на создание картины. А что это за картина будет? Не, рано рассказывать. Могу сказать только, что действие ее начинается в ноябре 1952 года, а заканчивается 9 марта 1953. Очень интересно. Понятно. Скажите, пожалуйста, о смерти вы часто думаете? Не очень. Ну, как вам сказать. Я уже в таком возрасте, когда это может случиться в любую секунду, и по идее надо быть готовым. Мне кажется, что я готов. Так ли это на самом деле покажет только практика. Я вас процитирую опять. Вы сказали в одном из интервью, чего мне еще хочется, не поверите, умереть по-человечески. Это как? Среди моих знакомых и друзей есть люди, которые умирают так, что понятно, что Господь их прикрывал. Так, например, умер замечательный писатель Богомолов. Владимир Васильевич, мы дружили с ним. Он ночью во сне умер. И только мы там с товарищами его помогали вдове его обрезить и так далее. Он только закрыл голову рукой, и гримаса боли была там. Но видно, что смерть была мгновенная, завидная, на мой взгляд, смерть. Без мучений, без потери памяти, без того, чтобы ты превратился в овощ. Это все страшно, это от тебя не зависит. Мало ли он. Я знал писателя Лапцева, бедного, который долбанул инсульт и инфаркт. Он превратился в овощ. И в таком виде прожил. Жена за ним ухаживала почти 10 лет. Вот это страшная смерть. Ну, а там от нас, к сожалению, ничего не зависит. Андрей Сергеевич, я хочу поблагодарить вас за интервью. Я хочу поблагодарить вас за прекрасные фильмы, которые вы сняли, в которых вы снимались. Прежде всего, конечно, за «Белорусский вокзал». 50 лет прошло, смотрите, а памятник поколению и себе вы поставили. Я очень хотел бы, чтобы вы сняли новый фильм, чтобы у вас он получился. И, конечно, я буду ждать этого фильма. Спасибо вам и еще за вашу гражданскую позицию, за вашу человеческую позицию. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, от меня, пожалуйста, передайте привет Киеву. И, в частности, моему любимому четырехугольнику. Он ограничивается с одной стороны бульваром Шевченко, с другой стороны набережной, справа крещатиком, а слева воздухофлотским мостом. Вот этот квадрат я знаю своими ногами наизусть и очень по нему скучаю. Вот, как вы сказали, я все в точности сделаю, обещаю вам. Сегодня же. Спасибо. Андрей Сергеевич, спасибо большое. До встречи. Спасибо. До свидания.